Теоретически вдумал, но никогда не фотографировал. А что тебя побудило, Найд? Как ты понял, что ты хочешь сейчас этим заниматься? Я поехал в Петербург, меня пригласили сыграть концерт в фотостудии. И мне это так понравилось, этот формат, что я с хозяином этой фотостудии договорился сделать такую фотостудию в Москве, чтобы можно было в ней играть концерты. Ну а так как после концертов у тебя студия, в которой ты можешь распоряжаться. А в каком стиле фотографируешь ты? Тоже ню или в каком-то другом? Я фотографирую в стиле, как я называю, фэнтези или китч, или пинап. Ну там у меня все намешано, какой не люди. За этой дверью студия, в которой священодействует Павел Кашин. Ну что, заглянем? Кристина, дай синхронизатор, пожалуйста. Да, большой синхронизатор. Вообще, всегда, когда есть выбор между большим синхронизатором и маленьким, нужно выбирать большой. Если есть выбор между большим объективом и маленьким, нужно выбирать большой. Потому что люди должны знать, за что они платят деньги. Потому что если у тебя такой синхронизатор с таким объективом, какой-то подобный. Вот, сейчас мы производим съемку модели кошки. Вика, ты скажи мне, похожа модель на кошку немножко? Похожа. Мы ее сейчас на хромаке отснимем, и потом сзади сделаем сказочный антураж, сделаем красивые ушки. Ушки, да, вот я хотела сказать, ушек не хватает. Это все мы потом наколдуем, правильно? Ну-ка, а то повстань в позу волшебную, кошачью. Молодец. Она у нас будет в ночи освещена с одной стороны, а у нас будет контрастная съемка. Вот, чудесная кошка. Паш, скажи, для тебя это больше бизнес или творчество? Вообще, я так понял, что, в принципе, единственная профессия, сравнимая по халявности с тем, чтобы быть артистом, это фотограф только. То есть, ну, причем фотограф в студии, в теплой студии. Снимать женщин-кошек – это самая лучшая профессия. Ну, давай еще посмотрим немножко. А снимать сварщиков в тайге на улице – это не самое. Ну, давай еще посмотрим, как ты работаешь. Ну, кошка. Опа. Вообще, здесь одна кнопка, ее нажимаем просто, вот и все. Жди, я прям смотрю на тебя и вижу, что ты получаешь удовольствие от этого. На гитаре там 6 струн, ладов штук 20. Вообще, пока разберешься, это лет 20 нужно угробить, чтобы научиться играть. А здесь дырка, глаза, в принципе, у всех почти есть. Слух не у всех есть. Если вы зайдете в караоке, вы поймете, что слух вообще не у всех есть. Я бывала. А вот фотографировать может, в принципе, каждый. Я хотела спросить, а ты ходишь в караоке? Если мне очень красивая женщина, за то, что я схожу с ней в караоке, пообещая, что потом будет секс, я могу сходить в караоке. Заливает все светом, верит, верит. Я застой без ответа, неухоженный памятник чьей-то любви. Накладные ресницы, разноцветные блестки Набросали на простыни силуэт танцовщицы Из ночного балета, утомленная летом, Принесенная ветром, унесенная светом. И осталось лишь утро, и осталась лишь в сердце волшебная боль. Ковыляют минуты, как бухие солдаты по мостовой. Накладные ресницы, разноцветные блестки Набросали на простыни силуэт танцовщицы Из ночного балета, утомленная летом, Принесенная ветром, унесенная светом. Это был Павел Кашин. Его естественные обстановки. С друзьями-единомышленниками. У нас такой тяжелый день был. Давай поедем куда-нибудь поушное. Знаешь, я знаю один хороший ресторан, Карлсон. Поехали туда. Ну, Карлсон так Карлсон. Хорошо. Пока тебе задам парочку вопросов, пока мы не приехали. Паш, скажи, ты женат? Я нет в данный момент, я не женат. А почему? Ну, знаешь, есть муравьи работники, А есть муравьи солдаты. Им нельзя функции меняться. Мне кажется, что люди есть тоже созданные для семейной жизни, А есть не созданные. Я, наверное, все-таки этот муравей не созданный. А ты пробовал жить семейной жизнью, Чтобы сделать такие вот что-то для нее и создан? Да, пробовал, был счастлив, потом был удушен. И сейчас чувствую, что вот такая жизнь у меня по плечу. У тебя есть дети? У меня есть сын в Америке и в Москве дочка. Сыну 12 лет, а дочке 4 лет. Ты часто видишься с детьми? Московская дочка чаще, чем с американской. Как вы проводите с ребенком время? Половину времени в недоверии, потом в любви. Откуда недоверие к 4-летнему ребенку или у ребенка к тебе? У кого недоверие? Ребенок не понимает, почему папа так часто занят. И почему так не так появляется? Для тебя работа на первом месте? Может быть, я просто ведусь на нее больше. Я позволяю ей себя запутать. А сейчас к тебе девушка или ты один в поиске? Нет, у меня нет девушки, я даже не в поиске. Ну что, Паш, мы, по-моему, уже подъезжаем к ресторану. Сейчас мы с тобой вкусно поужинаем. Окей. Паш, на пике своей популярности уезжаешь сначала в Великобританию, потом в Америку. Скажи, ты до сих пор не жалеешь об этом? Может, стоило остаться здесь и ковать железо, пока было горячо? Ты знаешь, не могу сказать, что жалею прямо, потому что я не очень хотел ковать это железо, по большому счету. Я в душе не артист, я в душе писатель песен. Мне нравится писать песни. И мне очень люблю даже выступать. В Англии, потом в Америке я учил английско-американскую поэзию. Я смотрел, как живут люди. Ты представляешь, я один из первых поехал из закрытой страны туда, где никто особо не был еще. Это невозможно судить об этом. Твои проекты были посвящены Пушкину, Лермонтову, Набоку. Скажи, это твои любимые авторы? Знаешь, НЛП, наверное, Лермонтову и Пушкину. Да, я считаю, что Пушкин, конечно, один из трех лучших писателей и поэтов. Пушкин, Бродский, Высоцкий. Лермонтов, наверное, больше за компанию. Я бы хотел еще по-бродскому написать песни. Но как-то не то, что руки не доходят. Не востребовано это все сейчас в России. Надо немножко подождать, наверное. Твой слушатель, зритель, какой он, кто он? Мой зритель, наверное, в основном моего возраста, может, чуть-чуть помладше. Хотя там можно встретить и совсем малышей, и стариков. Обычно это человек, который не смотрит телевизор, по большому счету. Который ищет что-то, чтобы беспокоило его ум. Знаешь, как мы с тобой играли в игру, чтобы были какие-то игры разума. И моя песня, она тоже в некотором смысле игра разума. Скажи, ты же сейчас даешь какие-то концерты? Как люди узнают о них? Сейчас все очень просто. Ты забиваешь... Ну, вообще у меня просто kashin.ru, и там все написано. Ты поддерживаешь связь с своими поклонниками? Какие-то из моих фанатов стали моими лучшими друзьями вообще. Ну, парочку я могу назвать точно. Ой, Вадик. Привет, дорогой. Ну, привет. Ну, Вадим, ты, конечно, знаешь, это и сумасшедший Френки, и доктор Фриман. Сейчас все его знают, конечно, по интернам. Мистер Фриман. Доктор Купитман. Здравствуйте, Вика. Здравствуйте, Вика. И как часто вы встречаетесь? Не часто. Раньше было чаще, да? Раньше мы чаще, и раньше... Раньше мы встречались просто, чтобы в шахматы поиграть. Вы знаете, мы тоже провели с Пашей целый день, узнали о нем много всего интересного. Может быть, вы расскажете что-то такое, чего мы пропустили? О нем невозможно узнать все. Я думаю, что вы узнали какие-то те маленькие фишки, которые он вам сам позволил узнать. Ну, расскажите о нем какую-то большую фишку, которую вы знаете. Это невыносимый человек. Это страшный человек. Я никому не пожелаю такого ужасного друга. Потому что этот персонаж, который обладает таким повышенным инстинктом честности. Если он бьет словом, то наотмашь. Блин, он сбивает с ног. И поэтому выдерживать его удар, это нужно... Надо быть очень сильным. Ой, Паша. Что, давайте за дружбу выпьем. Спасибо, Вадим, что приехали. Вы очень разбавили нашу беседу. Надеюсь, я был не слишком многословен. Вы смотрели программу «Персона» с Викторией Десятниковой. И сегодня нашим героем был Павел Кашев. А с вами увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»